здравствуйте зрители подписчики моего youtube канала это видео будет о недавно с буквально совершенно недавно и сенсацией в великой пирамиде на плато гиза так называемой пирамиды хеопса там было обнаружено небольшое такая девяти метровая камера или туннель или камера разгрузочная камера над нисходящей галереи в глубь пирамиды там и это буквально сенсация и я еще скажу что есть еще одна такая пустоту область над восходящей великой восходящей галереей который область порядка около 40 метров по крайней мере согласно официальной версии согласно там этих дел сканеров там георадаров которые сканировали эту пирамиду на пустоты им обнару и они удалось обнаружить довольно таки крупную область пустоту над восходящей галереей данные пустоты были обнаружены уже давно и вот только недавно спустя не знаю сколько лет прошло то ли 5 то ли 8 лет прошло с момента их открытия как они еле-еле добрались до первой пустоты которая буквально возле входа возле центрального входа в эту пирамиду который был заложен и там они обнаружили ну сделали это понял что они сделали маленькая просверлили засунули туда видеокамеру на гибком слой шланги и сделали эту фотографию как говорится одно фото стоит больше тысячи слов больше на больше миллиона слов так как невозможно объяснить то что то что показано на этом фото мы видим грубо обработанные каменные блоки мы видим такой же принцип как такой вот пирамидальный принцип это разыкну это признак того что это разгрузочные блоки чтобы вес пирамиды не оказывал давление на нисходящий коридор который уводит вот туда глупую пирамиду и и конечно сенсация чтобы там не было чтобы они там не обнаружили сенсация причем это 9 метровый коридор может быть и длинней он может быть и заложен так как неоднократно мы знаем что там были гранитные заглушки и какие-то маленькие гипсовые заглушки там или калибастровые или известняковые заглушки тоже есть это в маленьком тоннеле там который робот просверливал то есть возможно этот тоннель тоже там тоже не заглушки кто его знает может он ведет как раз вот к тому вот той пустоте и самое большее чего у меня удивляет что за столько лет как только обнаружена пустота можно было тут же буквально на следующий день поставить специальный такой сверлильный станок который бы пробурил бурильный станок который бы пробурил вот это вот там сколько метров 40 метров 50 метров пробурил бы это вот засунули бы туда специальный гибкий шланг и никаких проблем и буквально за ну пусть не два часа за сутки можно было бы сделать это отверстие с установкой совсем провести туда шланг и посмотреть что там внутри а вот уже прошло сколько пять или восемь лет с момент открытия этой пустоты и и никто ни на сантиметр ни на миллиметр не сдвинулись или они там боятся что-то обнаружить которое просто буквально обрушит все их школьные учебники все что они говорили что пирамида построена в 2560 году до нашей эры по моему так говорит официальная версия значит скажу свою дату я считаю что пирамиды существовали до гибели самой древней династии египта то есть а гибель произошла 2000 по моему 750 и 2700 году нашей эры так вот я считаю что пирамиды уже существовали и примерно постройка этих пирамид могла быть период от 3300 до 2000 пусть будем говорить 700 года нашей эры вот в этом промежутке были построены вот эти вот три великие пирамиды причем все они были не завершены работа была внезапно брошена ближайшее время я постараюсь сделать о том что обнаружили украинские исследователи и не только но группа шукачи и не только они возле пирамиды и не утверждают что они обнаружили остатки вот этих машин которые строили эту пирамиду так как нам говорят что там ничего такого металлического не должно быть они обнаружили буквально целые пласты либо там ржавчины и либо там расплавленного металла в известняке и буквально целые пласты возле пирамид и не утверждать что это остатки вот этих вот машин строитель устроили не руками были какие-то металлические приспособления возможны краны возможно какие-то распиловочные станки чтобы резать эти блоки так как прямо каменоломня прямо возле пирамид и ширина вот такой вот ширина разреза какие мы разрезали блоки причем часть каменоломни возле пирамид а часть каменоломни как официальная наука вытверждают привозили по по нилу блоки там откуда и вот меня опять такие вопросы что тащить блоки черт знает откуда если есть же каменоломни и возле пирамид а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо за просмотр!